Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Ксения Ложкова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Совет руководителей предприятий города подвел итоги работы в уходящем году. Итоги дня охраны труда. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 34 энергоблока, в ремонте 3 энергоблока, фактическая мощность на утро 28 тысяч 16 мегаватт. Процент выполнения план задания ФАС – 102,34%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе у нас три энергоблока. Суммарная нагрузка на утро 3 тысячи 166 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. За 20 дней декабря энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,4 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 62 миллиона. С начала года выработка составила 22 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 454 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Более 167 миллионов рублей – инвестиции, вложенные в 2021 году госкорпорацией «Росатом», концернам «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС в благоустройство и развитие Десногорска, решение актуальных вопросов образования, культуры, спорта и здравоохранения. Большие и малые адресные проекты, которые реализуют Совет руководителей предприятий, обсудили 17 декабря представители общественной организации во главе с председателем директором атомной станции Павлом Лубенским. «Мы вместе» – этот лозунг как нельзя лучше отражает суть общественно значимой работы, за которую взялся почти 15 лет назад Совет руководителей предприятий Десногорска, отметил председатель Павел Лубенский. Финансовые и трудовые ресурсы, которые каждый по имеющимся возможностям вкладывает социальные проекты – это инвестиции в будущее. «Мы очень надеялись, что те проекты, которые мы предполагаем развивать, когда есть Совет руководителей и когда за спиной его из коллектива и не участвуют, нужно обращать на это внимание». Предприятия выполнили большой объём работ по пяти ключевым направлениям – благоустройство и озеленение улиц, наведение порядка во дворах, шефство над школами и детскими садами, сохранение исторической памяти, поддержка спорта и здорового образа жизни. Самые масштабные, сложные и долгосрочные проекты, которые реализуются при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС и активном участии Совета руководителей – музей под открытым небом на Кургане Славы и новое общественное пространство «Атомпарк». Среди других вопросов, которые решаются с помощью атомной отрасли – освещение лыжной трассы, пешеходной дорожки в пятом микрорайоне, вокруг Центрального кольца, а также территорий в первом, втором и шестом микрорайонах. На повестке 2021 года были также ремонты дорог, кабинетов в образовательных учреждениях, в том числе замена окон в школах. Организовали закупку техники для ямочного ремонта, учебно-лабораторного инструмента для энергетического колледжа, светового оборудования для киноконцертного зала, мебели для библиотеки, атрибутики и инвентаря для детской, юношеской спортивной школы и многое другое. Значительная часть средств, свыше 70 миллионов, направлена в медицину. Закуплен компьютерный томограф, необходимый для диагностики и своевременного лечения пациентов с различными патологиями, в первую очередь с COVID-19, и оборудование в реанимацию ковидного госпиталя. Курган Славы – не единственное памятное место в честь героев Великой Отечественной войны, которому уделяется большое внимание. Совет руководителей шествует над мемориалами в округе Десногорска. Как отметил епископ Ростовский Десногорский Милетий, присутствовавший на встрече, Десногорск из года в год хорошеет. И в этом заслуга концерна «Росэнергоатом», «Смоленской АЭС», других предприятий, входящих в контурсовет руководителей, которые действуют в едином ключе, стараясь сделать город комфортным для жизни и благоустроенным. На «Смоленской АЭС» подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Безопасное выполнение работ на высоте», соблюдение требований нарядно-допускной системы, ответственность руководителей и работников за обеспечение и контроль соблюдения требований охраны труда, выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. На совещании по подведению итогов были награждены победители конкурса на знания правил охраны труда, а также подразделения победителей смотра конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда между подразделениями «Смоленской АЭС». Лидерами стали цех по обращению с радиоактивными отходами, транспортный цех, отдел дефектоскопии металлов и технического контроля, отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации и отдел охраны окружающей среды. «Сегодня подводили итоги конкурсов на лучшие знания требований охраны труда и лучшие подразделения по состоянию охраны труда на Смоленской АЭС». Хочется отметить призеров. Среди работников атомной станции, среди рабочих специальностей призерами конкурса стали третье место «Полторак» Татьяна Викторовна, электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики ОИКТ. Второе место разделили Лавренов Вадим Олегович, электрослесарь электрического цеха и Иванов Евгений Викторович, оператор ГЦН реакторного цеха. Первое место заняла Бубаракшина Ирина Анатольевна, лаборант химического анализа химического цеха. Среди инженерно-технических работников третье место поделили Вавулкова Анна Сергеевна, инженер ОИКТ, и Чемоданов Алексей Викторович, ведущий инженер управления турбиной, турбинный цех. Второе место заняла Новикова Ольга Витальевна, инженер-химик цеха обеспечивающих систем. И первое место занял Евгений Игоревич, инженер отдела ядерной безопасности и надежности. Желаю всем в наступающем году безопасности. Берегите себя и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok